Всем привет дорогие друзья, с вами Тиннин. Сегодня мы поиграем в игру по названию Farming Simulator 2017 на карте Бухалова. И да, ребята, давненько у нас не было рпшечек по фирме 17. Ну что ж, буду это как-то исправлять. Вот как вы видите, приехал я уже в принципе на свою работу, устроился сюда, значит работать. И сегодня мы будем перевозить картофель. Значит буду работать я сегодня на вот таком вот камазике. И будем сейчас мы ехать на овощебазу, ну вот наша Бухаловская овощебаза. И сейчас поедем загрузимся и будем уже отправляться на Березовку. Получается закупили у нас семена, вот картошку закупили на семена, вот взяли ее. И мы ее перевезем вот на Березовскую овощебазу. В принципе они там уже будут с ней что-то делать, чтобы она прорастала, еще там что-то. Но это уже не наши проблемы. Давайте сейчас тут как-то развернемся. Так ребята, как вы видели, я приехал сюда на Москвиче. В принципе все он работает, вот осталось только кузов. В скором времени нужно будет его хорошенько разобрать и покрасить, чтобы там не было никаких косяков. Чтобы там я не покрасил ни бампер, ничего такого. Просто кузов так частенько покрасить его, чтобы был классный. Ну думаю буду синий красить, поскольку не хочется там ничего переоформлять. Так, давайте включаем поворотник и поехали налево. Блин, нужно еще привыкнуть. Я вот на КАМАЗе в принципе не работал. Ну работал, но давненько уже. Так, мы будем сейчас потихоньку привыкать. Ребята, у меня там много кто просил от с этим вот КАМАЗом серии. Вот я и решил для вас записать. Так, ну вроде бы кстати овощебаза у нас тут открыта. Сейчас мы подъедем. Вот как раз она открылась минут 10 назад. Сейчас у нас раннее утро. Часов 7 утра. Так, ну где-то здесь она. Я тут в принципе не был. Надеюсь уже работники приехали. А, вот она кстати. Давайте подъезжаем. Заезжаем. Так, нас тут пропускают. Блин, ребята. Что-то вот тут немного не рассчитал эти вот наши габариты. Ну КАМАЗ такой, ребята, вы видите, довольно-таки большой. Сюда, конечно, влазит очень много, около 50 тонн. Так, выключаем поворотник. Вот мы уже подъехали. Сейчас нам скажут, куда нам подъезжать. Ну вот уже я вижу кучи. Но, возможно, это не та картошка, которая нам надо. Так, сейчас вот тут останавливаемся. Ну и зайдем уже к ним. Вот. Я не знаю, типа офиса что-то. Так, ну сейчас пройдем. Так, ну да, вроде бы уже все тут на месте. Так, заходим. Ну что ж, дорогие друзья. Вот уже и загрузили наш КАМАЗ. Загрузили, кстати, его не полный. Давайте сейчас вам как-то покажу. Блин, как бы тут нам залезть. Так. Вот, ребята, загрузили. Тут получается около 20 тонн. Где-то так. Ну, другой техники у них не оказалось. Могли бы мне выдать и другой какой-то КАМАЗ. Либо там, не знаю, какой-то газончик. Ну, выдали вот этот КАМАЗ. Поскольку вся техника сейчас в поле. И вот оказался исправным только вот этот КАМАЗ. Давайте будем уже садиться и выезжать отсюда вот так. Так, садимся. Вот, ребята, кстати, грузили этот КАМАЗ на вот этом вот маниту. Выгнали они его со гаража. Так, ну-ка, давайте как-то аккуратно едем. Вес очень чувствуется на этом КАМАЗе. Так. Ну, будем сейчас уже как-то аккуратно выезжать. Нам нужно, получается, ехать сейчас направо. Так, включаем поворотник. Никого нету. Давайте поворачиваем. Вот. И получается, сейчас нам надо ехать по прямой. Тут пока что дорога нормальная. Потом уже будут довольно-таки плохие дороги начинаться. Ну, все, ребята. В принципе, я поехал. Наверное, уже встретимся, когда я буду подъезжать в Березовку. Ну, что же, дорогие друзья. Вот уже почти что я и подъехал к Березовке. Давайте будем уже садиться в КАМАЗик. Так, садимся. Выключаем аварийку. Заводим. В принципе, тут остался где-то один километр. Так, нам проехать. Ну-ка, сейчас ждем. Надеюсь, меня хорошо слышно, поскольку тут очень громко что-то техника работает. Вот это вот, ну, трафика. Так, конечно, тут движение очень большое. Ну, это связано с тем, что это довольно-таки тут проходит важная трасса. Вот. Это еще, кстати, ребята, более-менее дорога. Поскольку я ехал по таким дорогам, что там вообще асфальта почти что и нету. Очень большие ямы. И ехал около 5 километров в час. Поскольку, чтобы не пробить себе колеса. А то там реально были такие котлованы. Ну, вроде бы как-то проехал. Ну, вот из-за того, что такие дороги плохие, я ехал где-то 4,5 часа. Это очень долго. Если бы вот дороги были получше, то где-то приехал бы час века за два. Так, где-то здесь, мне сказали, по центральной улице. Сейчас будем ехать как-то. Ну-ка, давайте как-то тут проедем. Тут узкая дорога такая. Да, без проблем проезжаем. Так, ну, как бы тут еще не пропустить. Вот, это вроде бы овчарня. Это не овощебаза. Так. Ну-ка, где-то здесь должно быть. Мы уже почти что и выезжаем с березовки, а еще не нашли овощебазу. Так, ребята, вот какой-то новый забор. Раньше его тут не наблюдал. Сейчас будем ехать. Ну, да, это вроде бы овощебаза, ребят. Да, это овощебаза. Вот как-то так она выглядит. Ну-ка, ребята, что-то тут трасса подзаросла. Как-то сейчас будем тут проезжать. Вот, поворачиваем. Благо тут больших ям нету к этой овощебазе. Как вот напротив. Ну, вы можете наблюдать, какая тут напротив вот яма. А тут вот нету, ребята. Может, тут и была какая-то лужа, но уже подсохла. Так, овощебаза. Открываем. Так, ну, у них тут сейчас открыто. Просто ворота были что-то закрыты. Так, ну-ка, давайте как-то... Мы, наверное, тут не пролезем. Надо как-то... Не, ребята, не проедем. Немного не рассчитал, так. Так, без всяких проблем заезжаем. Так, я не знаю, ребята, куда тут высыпать. Сейчас будем смотреть. Ну, сейчас будем к ним заходить. Где-то здесь. Тут уже тоже кто-то стоит, вот. Приехал сюда на КамАЗе. Так, ставим тут наш КамАЗ. Так, ну, пошлите. Видите, они, наверное, вот здесь вот в гараже находятся внутри. Так, ребята, давайте немного смотрим. Так, у нас тут, я смотрю, вот этот такой вот... Такая вот лента у нас тут рабочая. Ну, довольно-таки в хорошем состоянии. Это у нас, получается, картофель здесь. Там что-то написано. Наверное, свекла. Так, а это у нас, получается, наверное, заброшенная лента какая-то. Ну, да, ребята, вы видите. Что-то она заржавела тут. Вот, перекосилась. Вот, даже вот это вот закрыто. Вот эта вот дверь. Тут, как вы видите, все открыто. Пока что работает. Ну, конечно, тут оно все такое подуставшее, как вы видите. Все так сделано. Ну, оно сделано-то неплохо, но просто уже очень устарело. Очень давно было построено. Так, ну, давайте будем уже к ним тут проходить. Ворота у них, наверное, открыты. Ну, что же, дорогие друзья, в принципе, дали мне добро на то, чтобы я высыпал картофель. Вот, ребята, хотел вам сказать, что у меня с этим КамАЗом не было проблем за всю дорогу. Хотя, как это помягче сказать, он не такой вот качественной сборки. Он, в принципе, довольно-таки новый, этот КамАЗ. Его покупали вот, ну, в этот колхоз нашей. Совсем уж недавно. В принципе, новым его покупали. Но все-таки у него реально качество сборки не самое лучшее. Это один вот из самых таких вот более свежих у нас КамАЗов. Ну, как вы видите, пока что вот ничего у меня не сломалось. Будем надеяться, что и по дороге назад тоже ничего не сломается. Так, давайте как-то тут заедем сейчас. Ну, как мы видим, тут движение довольно-таки большое, поскольку эта вот овощебаза, она довольно-таки тут, как бы сказать, такая, ну, она осталась тут одна, вот, на весь такой вот район. И, получается, сюда все вот свозят на продажу, вот, еще что-то сюда вот ездят покупать. Ой-ой-ой, ребята, что-то я поехал погано. Неправильно заехал немного. Так, ну-ка, давайте еще раз попробуем заехать. Так, как-то аккуратно будем заезжать. Что-то от первого лица не получилось. Ну, вроде бы как-то вот так вот подъехали. Так, как-то еще вот так вот выровняем, чтобы максимально близко подъехать. Ну, конструкция вроде бы выдерживает она тут. Ну, конечно, на вид она очень старая уже тут. Ну, пока что все выдерживает. Так, будем высыпаться. А ну-ка, вот, все высыпает. И пошло, ребята. Вот, сыпется картофель наш. Все, в принципе, мы высыпали 20 тонн. Что-то очень быстро. Ну, в принципе, все, ребята, поехали. Так, выезжаем. Сейчас заеду еще по пути, наверное, в магазин. И буду уже выдвигаться домой. Так. В принципе, уже все это забрал. Тут накладную. Все документы забрал. Так, все бумаги. Все, можем спокойно ехать. Давайте будем ехать. Аккуратненько выезжаем. Так, ну, тут, кстати, тоже на овощебазе что-то очень такие убитые дороги. Ну, все-таки ямы не такие уж большие. Но они тут присутствуют. Ну, конечно, тут движение очень большое. Поскольку тут каждый день ездит минимум по 5 вот таких вот грузовых машин. Так что, вот как-то так. Раньше, конечно, больше было. Ну, сейчас вот не так часто сюда приезжают. Что-то продают, покупают. Так. Либо просто же с полей свозят сюда. Так, выезжаем. Давайте включаем поворотник. Все, в принципе, поехали. Сейчас заедем в магазин. Быстренько куплю себе минералочки. И каких-то, наверное, сосисечек с хлебом. Чтобы было что в дороге перекусить. Поскольку путь мне предстоит довольно-таки длинный проехать. А вот по дороге села не так уж и часто встречаются. В основном такие маленькие деревенки. В которых даже магазина нету. Так что нужно закупиться. Вот, я дорогу с собой, кстати, брал. Вот, когда с Бухолова ехал. Взял с собой тоже немного воды. И хлеба немножко там. Ну, я это брал совсем немножко. Поскольку далеко довольно-таки не ездил. И посчитал, что это не очень нужно будет. Но немножко прогадал. Так что нужно сейчас закупить. Благо, со мной есть деньги. Вот, взял с собой деньги. Ну, сейчас пойдем покупать. Ну, что ж, ребята. Закупился, в принципе. Сейчас будем садиться в мой КамАЗ. И выдвигаться уже домой. В принципе, ребята. Думаю, что буду на этом с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо, кто досмотрел до этого момента. Всем удачи. И всем пока.